Привет, мои дорогие! С вами снова Элина и сегодня у меня будет видео о покупочках, холл видео. Давно у меня таких видео не было, так что надеюсь, вам будет интересно и давайте начнем. Покупок у меня не настолько много, скажу сразу, потому что я стала более как-то аккуратно подходить к покупкам и вообще как-то более спокойно. Предпочитаю покупать меньше, но лучше. Вот, но все, что есть, сегодня вы увидите новенького такого. Начну, пожалуй, с косметики. Мне прислали от фирмы Pure by Orphica вот такой вот серум для век, для глаз. Кстати, это вообще мой первый серум для век, потому что обычно я пользуюсь кремами, так что это что-то новенькое. Я начала им уже пользоваться, вообще пользуюсь им днем в основном, перед макияжем. Мне кажется, что он помогает более ровно ложиться консилеру, потому что консилер я тоже под глазки наношу. Он ложится более аккуратно и менее заметно, так что уже неплохо и, в принципе, неплохо смягчает. И для меня всегда самым большим плюсом является то, что крем или серум не щипят, потому что от очень многих средств у меня реально начинают щипать глаза, больно глаза. Мне приходится их промывать, в итоге весь, да, крем, например, я гель или серум, может быть, смываю. Вот, так это средство мне не щипят, что для меня уже первый на самом деле самый главный плюс. Но я думаю, что действие тоже неплохое, его, я думаю, достаточно надолго должно хватить. Компонент этого серума замедляет процесс появления морщин. Pure от Orphic интенсивно питает, разглаживает кожу, увлажняет, укрепляет ее, защищает клетки от свободных радикалов, подтягивает, восстанавливает кожу. Также вы должны забыть о темных кругах и отечности под глазами, улучшает тон кожи, осветляет ее. И достаточно всего несколько капель, чтобы средство подействовало, так что его хватит надолго. И это средство есть в России, у них есть русский веб-сайт orphica.ru, я оставлю вам внизу в инфобоксе ссылочку на их веб-сайт и на их соцсети, кому будет интересно. Новый бренд, возможно, также для вас, как и для меня, поэтому, кому интересно, обязательно заходите на их страничку. Я вам покажу поближе, как выглядит это средство и вообще, как я его наношу. У меня, конечно, сейчас макияж, поэтому я сильно много наносить не буду, но вообще я наношу вот сюда три капельки и три капельки вот сюда. И затем просто разглаживаю, он очень быстро впитывается, вот. Потом не нужно долго ходить и ждать, пока этот крем высохнет, можно, в принципе, практически сразу уже наносить макияж. Ну, в принципе, состояние кожи глаз очень приятное, вы можете сейчас вблизи видеть, сегодня тоже им пользовалась. Вот, так ровненько выглядит кожа. И вроде бы никаких мешков синяков не видно, так что результат можете вот видеть сами, я думаю. Так что вот такое средство и, да, кому интересно, в инфобоксе. Далее, вот такая вот палеточка от Urban Decay Moon Dust. Вы ее уже видели, если вы следите за моим видео, потому что я уже показывала ее у себя во влоге, потому что купила эту палеточку себе на день рождения от подружек. Потому что попросила, чтобы мне дарили сертификаты. Очень красивые оттенки, вот такие вот глиттерные, не знаю, видно вам или нет. В общем, очень красивые, и даже у меня есть видео уже с макияжем, да, с тенями одними из этой палеточки. В общем, вы можете видеть, такие вот они, очень блестящие, очень красивые. Даже мама меня уже тоже попросила ей такие купить. В общем, очень крутые, так что, да, долго задерживаться не буду, но действительно очень классная палеточка. Кто любит блестящие макияжи с глиттерами, всем советую. Еще одна покупочка, макияжная, так сказать, это вот такой вот блеск Lipedict от фирмы Ice Skin New York. Я уже несколько раз говорила, что очень мне нравится этот блеск, что я хочу его заказать заново, потому что я его покупала на Бали, года под сколько уже на 1,5% прошло, он довольно-таки был дорогой, я помню. И мне кажется, сейчас даже, возможно, он еще был дороже, когда я его заказала. Но я рада, что я его нашла, потому что мне очень нравится, он сегодня у меня, кстати, на губах. Я не знаю, видно ли так вот со стороны или нет, что он реально крутой, но почему-то вот на меня блеск никогда так не действует, если честно, но блеск и блеск, но вот этот почему-то мне прям нравится. Вот, по-моему, он органический, насколько я помню, и он увеличивает губы, должен увеличивать, по крайней мере, если дает такую более припухлость. Я пока боюсь брать другие оттенки, вот, потому что все-таки блеск не дешевый. Я за него дала 49 долларов, плюс 15 долларов доставка, короче. Да, сколько, 65 долларов, получился мне почти этот блеск, так что, конечно, это дороговато. Ну, то есть, наверное, на рубли где-то, наверное, около 3 тысяч получается. То есть, ну, не каждому, в принципе, доступно, но я купила его реально. Просто я была настолько addicted, lip-edicted, как тут написано. Ну, мне очень понравился блеск, честно, это не реклама, ничего. И, в общем, не жалею, очень крутой, очень приятный, очень классно пахнет, такой мяткой, прямо освежает. Знаете, ну, я не знаю, ну, в общем, я обожаю этот блеск. Вот, у меня все. И цветом, можете, да, видеть. Вообще, я видела у них на сайте очень красивые такие розоватые оттенки, очень так сексуально смотрится куколь на губке такие, тоже, ну, становятся более пухлые. И такой, как зацелованный какой-то оттеночек, цвет, то есть, не очень яркий, а такой натуральный, какой-то розовый. В общем, возможно, в будущем я куплю себе еще какие-то оттенки, и они на меня подписались, и я на них тоже подписалась. Вот, хотела вообще с ним посотрудничать, но про сотрудничество они мне ничего не написали, так что вот. Ну, вообще, эта фирма не очень известная, насколько я понимаю, но мне она очень нравится. Да, ну, теперь перейдем к покупкам одежды. Ну, а перед тем, как мы перейдем к покупкам одежды, хотела показать, поскольку видела на столе все витаминки, по-моему, я про них говорила во влоге тоже, и в прямом эфире, но скажу еще раз, витаминки B12 я купила у нас в магазине Vitamin Store. Я не хочу рекламировать этот магазин, потому что, на самом деле, я купила их дорого, и я потом их видела уже дешевле на iHerb. Но сами по себе витамины вообще B12 очень даже неплохие, и которые я купила, они маленькие, их нужно рассасывать, потому что большие витамины я пить просто не могу. Для меня это нереально, у меня стоят целая пачка B12 витамины, я не могу их проглатывать, потому что они очень большие, когда я их раскусываю, они очень противны на вкус, меня начинает тошнить, короче, это нереально для меня. И вот эти витаминки, они очень маленькие, и, короче, да, вкусные, приятные на вкус, их можно рассасывать, нужно под языком. Вот, и вообще, мне их посоветовала продавщица, потому что я сказала, что у меня какая-то вялость постоянно, и какая-то апатия, в общем, мне нужна какая-то больше бодрость, да, и все в таком духе, вот она мне их посоветовала. Так что, кому интересно, почитайте, если у вас тоже какие-то такие симптомы есть про витамин B12, на самом деле он довольно-таки важный. В нашем организме, по-моему, у меня подруга тоже их сейчас, кстати, пьет, так у нас как-то случайно совпало. Вот, так что, почитайте, да, про эти витаминки, возможно, они вам тоже могут, как сказать, пригодиться и быть полезными, вот. Ну и теперь немножечко об одежде. На мне, во-первых, такой вот топ, это новый топик из магазина CN Day. На самом деле, магазин CN Day находится у меня всегда по дороге, когда мы идем в ресторан с мужем, поэтому, если у них какая-то новая коллекция, они на манекен, что-то новое надевают, то я всегда это вижу и мне хочется это купить, хотя я не фанат вообще этого магазина, если честно. Почему-то мне понравилась эта маечка, даже не знаю почему, вообще она обычная, как футболка идет ткань, и здесь уже такие, как какие-то, не знаю, вязанные детали, вот. Мне понравилась надпись Happy, что она беленькая, я как раз вроде как еще немножко так загорела. После Таиланда, думаю, загар будет выделяться, и вроде как она и яркая тоже, такая вот. Хотя, ну не знаю почему, не скажу, что прям конкретно мой стиль, но что-то мне в ней понравилось. Вот, поэтому вот такая вот, как вам показать длину, не очень длинная, обычная футболочка, но я заметила, я, кстати, ни разу еще даже надевала, вот сейчас первый раз, что на ней пятна. Я надеюсь, что это пятна посадила я, когда показывала в кафе подружке эту кофту, вот. Вот, надеюсь, что это не кто-то другой ее заляпал до меня, когда примерял. Но вот бывает и так, вот. Вот так кофточка такая приятная. Еще одна кофточка или топ, как хотите, называйте, из магазина Zara, моего любимого. Я ее покупала на концерт 30 Seconds to Mars. Хотела что-то такое найти более, может, платье или что-то такое оригинальное, не знаю, но как всегда нашла, что Кокси на мне повис. В своем стиле полупрозрачную кофту со страйзиками, в общем, все как положено, очень красивая. Единственное, что она не совсем по фигуре сидит, хотя я взяла размер S, можно было даже взять поменьше размер, но не было. Вот, и так очень классная, красивенькая такая вот, и блесточки радужные, то есть вечером они именно смотрятся вот такими радужно-блестящими. В общем, очень красиво, женственно. И, кстати, очень дешево, но всего было 12 евро. Также в магазине Zara я купила джинсы, потому что мои джинсы Levi's протерлись. И раньше считалось, что чем дольше джинсы ты носишь, тем лучше они становятся, особенно такие джинсы, как Levi's. Но в итоге именно они у меня и протерлись, а джинсы с H&M как носятся годами, так и носятся. Вот, купила на этот раз в Zara джинсы, тоже мне, кстати, у Zara нравятся джинсы вообще, в принципе. Вот эти вот они идут высокие, такие светло-голубые, такого цвета у меня уже вообще 100 лет не было. Не знаю, буквально еще, наверное, лет 14 у меня такие были цвета, а потом я как-то все покупала. Или совсем светлые, совсем темные. Вот, в общем, обычный классический стрейч, на коленках чуть-чуть дырочки, я думаю, позже они будут уже более сильными дырочками. Чем больше буду стирать вот сзади такие кармашки, то есть такие классические высокие джинсы, тоже очень крутые. И можете меня поздравить, девчонки, те, кто все время мне пишет, что я потолстела. Я взяла размер 38, хотя всегда беру размер 36. Не знаю, с чем она связана, может быть, с тем, что я качаю бок, может быть, еще с чем-то, но почему-то на мне мой нормальный размер не сходился. Вот, ну, может быть, связана как-то с пошивом, я не знаю. Вот, но кто любит позлорадствовать, это ваша минута, как сказать, славы, минута радости, вот. Ну, и еще одна покупочка. Когда у нас наступили теплые деньки, я думала уже насовсем, но это было только дня на два, я решила, что нужно срочно что-то купить на теплое время года, да, как на теплую весну. Потому что у меня есть или совсем легкие кожные курточки, или пуховики зимние, вот. И заказала такое пальтишко, потому что мое розовое пальто, если вы помните или не помните, не знаю, красивое с бантом, оно у меня все было в пятнах, и я его особо не ношу. Потому что эти пятна так и не оттируются. Кстати, если кто-то вдруг знает, чем можно от пальто оттирать пятна от какого-то, я не знаю, алкоголя, который мне, наверное, налили в баре, красные пятна, я думаю, что это воскрасительный какой-то алкоголь. Вот, я уже пробовала ваниш, пробовала еще средства от пятен, ничего не помогает. Если у кого-то есть еще какие-то советы, пожалуйста, напишите. Вам даже водка я пробовала, и тоже не помогло. Так вот, и взяла новенький, новое розовое такое пальтишко, оно очень тонкое, знаете, как такой плед, из которого сделали пальто. Вот, такое каскадное оно идет, оно, по-моему, waterfall coat называется, что ли. То есть, да, каскадное, в общем, здесь, покажу вам его на себе. Да, довольно-таки длинное, но не сильно. В общем, когда уже потеплеет, я думаю, будет самое то. Ну, качество, не скажу, что суперогольное, но оно у меня очень дешево тоже обошлось, потому что там были какие-то скидки на сайте на Боха, я заказываю его. Так что, неплохое, написано Made in Italy, но я сейчас на них верю. Вот. Ну, такие вот были покупочки. Надеюсь, что было интересно посмотреть, возможно, что-то было полезным. А мы с вами увидим в следующем видео. Всем желаю хорошего настроения, побольше позитива в жизни и хорошего шопинга. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok